Продолжение следует... Все закончилось. Неван, ты счастлив, что ты сыграл новый контракт? Да, конечно. Я счастлив с этим клубом с первым днём. Все, что я ожидал, это прекрасно. Тимматики, клуба, организация. Я счастлив, чтобы остаться два года назад. Для меня это было очень простая решение. Я счастлив с этим. Я счастлив с новыми друзьями. Я счастлив с этой страны. Клуб очень хорошо об организации, об этом. Экспектация всегда высокая. Они чемпионеры. Мы боремся за все титулы этой сезон. И это, для меня, причина, чтобы остаться. Что ты можешь сказать о нашей команде? Я могу сказать, что это хорошо. Но мы должны делать лучше. Я думаю, что у нас есть много вещей, чтобы улучшить. Но мы на хорошем состоянии. Мы работаем трудно. Это только начало сезона. У нас есть новые игроки. И мы нужны немного времени. Я думаю, что в конце концов это будет очень хорошо. Как вы ожидаете перед матч с ЦСКА? Мы знаем, что ЦСКА это очень хорошая команда. Мы уже играем против них. Они хорошая команда. Они имеют национальные игроки. И это будет тяжело. Следующая команда. Как вы ожидаете для этого матча? Я думаю, что мы победим. Мы играем в доме. Мы играем в доме. Мы победим. Мы победим. И я надеюсь, что мы счастливы в конце концов. Как провели международную паузу? Ну, международную паузу мы провели, как говорится, с чувством, с током, с расстановкой. Мы посвятили чуть-чуть и физической работе, то есть и тактической работе. Нам повезло в этот раз, что все-таки небольшое количество людей у нас уехало в сборную. Поэтому у нас в основном косяк команды остался. Единственное, что мы дали возможность немного восстановиться Вячеславу Шумаку и Александру Шкуринскому. Те, которые долго ждали эту паузу. Они больше работали над кардиофитнесом и занимались медицинскими процедурами. И провели два спарринга. Может быть, не так ярко, но в игре поучаствовали те люди, которые меньше задействованы были до этого в игровом процессе. Поэтому я думаю, что какие-то результаты эта пауза нам дала. Даже дала моменты для размышления. Какие ожидания перед матчем с ЦСКА? Нет никаких ожиданий. Всегда настраиваемся на победу. То есть у нас свои цели и задачи. Мы ничего не ждем ни от кого. Мы рассчитываем только на себя. Поэтому планово работаем, готовимся, смотрим видео. И готовимся подождать. Что может стать ключевым в предыдущем матче? Ключевым? Ну, я уверен, что ребята выйдут на игру собранные, настроенные на победу. И, естественно, мы ожидаем у наших болельщиков поддержку с трибун. Я думаю, это будет тот восьмой игрок на площадке, который нам поможет, будет гнать нас вперед. И вместе мы победим. Впишись, пожалуйста, в следующем видео. Продолжение следует...